Сказки народов мира О чем молчит Амазонка Бразильские истории Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная-предлинная Амазонка, что течет по тропическим лесам Бразилии. На своем веку она столько всего повидала, что, может быть, и вам расскажет. Надо только хорошенько прислушаться, ведь не всякий расслышит сказку сквозь плеск и шепот воды. Мне повезло, и Амазонка однажды поведала мне сказку о попугае, который кричит «Кра-кра-кра!». Это было так давно, что трудно поверить, было ли на самом деле. На берегу реки Уанауа, что несет свои быстрые воды через густые джунгли, стояла маленькая хижина. И жила в ней женщина, не молодая, не старая, не красивая, не безобразная. Звали ее Айша. И жил вместе с ней ее сын по имени Абеларду. По утрам Айша собирала плоды, растущие на деревьях рядом с домом, а по вечерам делала из них разнообразные кушания. Самой ей много не надо было, для сына своего старалась. Очень уж любил Абеларду поесть. Рос мальчик, как дикая лиана. Ничего целыми днями не делал, лишь бродил по джунглям, насвистывая незатейливую песенку. А как надоедало петь, брал, когда лук и стрелы, так, когда и просто палку, и пугал птиц и зверей. Эй, Абеларду, зовет его мать, помоги мне чан на огонь поставить. Тяжело мне, а ты у меня мальчик взрослый, сильный. Не, отвечает Абеларду, занят я. А сам палкой фрукт из дерева сшибает, да ногой давит. Ну, пожалуйста, просит мать. По-португальски, пожалуйста, по-фавор. Почему по-португальски, а не по-бразильски? Потому что в Бразилии говорят на португальском языке. Если вы просите кого-то о чем-то, обязательно добавляйте, пожалуйста, по-фавор. Ну, пожалуйста, Абеларду, принеси дров, вода никак не закипит, просит Айша снова и снова. Молчит Абеларду, своих дел полно, в змею никак из лука не попадет. Так шли годы, бежали месяцы, летели дни. Абеларду по-прежнему ничего не делал, только ел все больше и больше. Как-то раз мать набрала бананов и решила испечь их. Бросила Айша желтые спелые плоды в очаг и присела на лавку отдохнуть. С лавки ей были хорошо видны угли, на которых жарились, покрываясь аппетитной корочкой, сладкие бананы. Банан по-португальски будет бэнэне. Плод банана – это ягода, а как растение банан – трава, хотя и очень высокая. Иногда эта трава бывает высотой с трехэтажный дом. Бананы жарят, кладут как начинку в пироги, добавляют гарниром к мясу, делают из них мармелад и другие вкусные десерты. Банан по-португальски – бэнэне. Бананы, шкварчащие в очаге, источали такой сладкий аромат, что Айша не заметила, как задремала. И снилось ей, что сын возвратился домой с охапкой дров и свежими фруктами и помог ей поставить чан на огонь. В это время в хижину, насвистывая, вошел Абеларду. Увидел спящую маму и бананы, запекавшиеся на углях, и бросился к очагу. Мигом вытащил шкварчащий плод, засунул в рот и проглотил. Потом второй, третий, запеченный банан обжег его. Абеларду запрыгал, замахал руками, попытался выплюнуть бананы. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Куда-то, пока он прыгал и кричал, тело его стало покрываться разноцветными перьями. Раз, и вместо человеческих ног вдруг выросли у него птичьи лапы с загнутыми когатками. Два, и руки, которыми Абеларду размахивал, стали похожи на крылья. Три! И нос Абеларду превратился в большой клюв. Считаем по-португальски. Один это ум, два, дойш, три, треш. Ум, дойш, треш. Вылетел Абеларду попугай в дверь и направился в сторону леса, крича кра-кра-кра. А уставшая Айша все спала и спала, и смотрела и смотрела свой хороший сон, и не хотелось ей просыпаться ни капельки. С тех самых пор люди, гуляющие в тропическом лесу, часто видят большого прожорливого попугая, который сидит на листьях банана и громко кричит кра-кра-кра. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы выучили несколько слов по-португальски. Банан, бэнэне. Один, два, три. Ум, дойш, треш. Если хотите быть вежливыми, то если просите о чем-то, добавляйте «пожалуйста». ПОРФАВОРЬ. Сказки народов мира. О чем молчит Амазонка. Бразильские истории.